Новость для всех борцов за справедливость. Сотрудники финансовой полиции на брифинге, состоявшемся 9 ноября, официально объявили о денежном вознаграждении для всех, кто обнаружит и сообщит правоохранительным органам о фактах коррупции. Аида Ибраева с подробностями. Все граждане, о чьих глазах произошел факт коррупции, сообщившие о факте официальным органам, теперь будут вознаграждены. Закон, принятый 23 августа этого года, гласит об официальном денежном поощрении лицам, сообщивших о взятничестве, превышении служебных полномочий и других формах коррупции. 23 августа 2012 года принято постановление правительства Республики Казахстан номер 1077 об утверждении правил поощрения лиц, сообщивших о фактах коррупционных правонарушений и преступлений, или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. Данное постановление регламентирует правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционных правонарушений. В законе, защищающем права и обязанности граждан, говорится о том, что поощрения в размере 30 МРП будут выплачены за сообщения об административных, а также криминальных правонарушениях. В то же время коррупционные правонарушения подразделяются на три формы – легкие, средние и особо тяжкие преступления. Словом, за сообщение о легкой форме коррупции в криминальной области гражданин получит 40 МРП, что составляет примерно 70 тысяч тенге. Пункт 2.1 ст. 7 по борьбе с коррупцией, закон о борьбе с коррупцией, гласит о том, что лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения, или иным образом оказывающий содействие в борьбе с коррупцией, поощряется в порядке, предусмотренном постановлением правительства. Необходимо отметить, что до этого такой широкой практики не было. Такие меры направлены на совместную борьбу сотрудников финансовой полиции и граждан страны с явлением коррупции, которая может существовать практически во всех отраслях. Однако при неправомерном использовании этого закона, то есть при сообщении ложной информации по факту коррупции, инициаторы ждет административное наказание. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Караганинский.